Здравствуйте, друзья! Я решила в этом видео ответить на вопрос, который получила в комментариях, который звучит так. Чем отличается поза кобра от собаки морды вверх? И действительно, это совершенно разные, ну то есть во многом похожи, но все-таки разные позы, которые иногда можно видеть выполнены так, как будто бы они выполняются на пересечении, да, то есть что-то такое среднее. Я никогда что-то среднее не делаю. Худжангасана – это поза, когда мы лежим на полу полностью, и у нас на полу не лежит только грудная клетка и плечи. Мы располагаем ладони с двух сторон от груди, так же, как в собаке морды вверх, и помогая, но стараясь помогать себе минимально все-таки руками, мы поднимаемся вверх за счет работы мышц вдоль позвоночника, то есть мы поднимаем себя вверх настолько ровно, насколько мы можем сделать это, используя мышцы спины, и не за счет того, что толкаем руками пол. И это основная такая фундаментальная разница, потому что когда мы делаем урдваму кашванасу на собаку морды вверх, мы толкаем руками пол, и это очень важная наша опора, которая помогает нам выполнить прогиб. Этот прогиб не глубокий, не амплитудный и очень-очень терапевтический, потому что укрепляет мышцы вдоль позвоночника, соответственно, улучшает осанку, очень хорошо помогает при болях в спине и в крестце. А вот собака морды вверх – это прогиб физически гораздо более сложный, если делать его правильно. Да, очень важная оговорка. Если мы делаем его правильно, хотим сделать его правильно, нам потребуется большая сила и собранность, чтобы все тело работало одномоментно и гармонично, чтобы не висеть на руках. И выглядит она так. Мы также отталкиваемся руками от пола, но гораздо сильнее. В худжангасане мы практически этого не делаем, мы только слегка себе помогаем. Здесь же мы, отталкиваясь руками от пола, приподнимаем грудь, раскрываем грудь. Сильные ноги не дают падать тазу, это очень важно. Подтянутые мышцы живота тоже не дают провисать. И вот этого не должно происходить в собаке морды вверх. То есть ни бедра, ни таз не должны лежать на полу. А мы должны отталкиваться руками. И все тело абсолютно должно работать для того, чтобы оторваться от пола. И это основная разница. Все тело не просто приподнято, но очень активное. И мы выполняем тоже не очень глубокий прогиб. Потому что вот это положение, как раз то, что я говорила, смешанный вариант. Это как раз не... Это и не кобра, и не собака морды вверх. Я не знаю, как называется эта поза. Но вот собака морды вверх выглядит вот так. Когда ноги очень сильные, таз не падает низко, и руки толкают пол, грудная клетка раскрывается. Вот эта разница. Эта поза гораздо сложнее физически. Эта поза по сравнению с худжангасаной я считаю, что менее терапевтическая. Поскольку здесь вот та ошибка, которую часто делают в связи, связанная в том числе со слабостью мышц, когда таз провисает, может приводить к тому, что в пояснице будет неприятное напряжение. Поскольку если живот не работает, если таз тяжелый падает вниз, то поясница зажимается. И в таком случае лучше не делать эту позу, а делать позу к худжангасану, если вы выбираете, что сделать. Ну и, конечно же, надо просто работать, тренироваться, укреплять все тело, чтобы постепенно и собаку морды вверх делать тоже правильно. Не вдавалось, друзья, в подробности технически выполнять эти позы, но хотела именно объяснить разницу. Я надеюсь, что это теперь понятно, и не советую вам путать. Делайте хорошо одну позу и хорошо вторую, но не делайте вот этот непонятный вариант, когда зачем-то на прямых руках, таз лежит на полу, и мы прогибаемся в пояснице. Потому что сразу хочу сказать, все, что вы видите в этом варианте, это не... это может показаться, что прогиб здесь лучше. На самом деле нет. Прогиб происходит здесь, он выглядит как бы больше только за счет того, что сжимается поясница. А прогиб в плане раскрытия грудной клетки, он здесь такой же точный, если даже не меньше. То есть если мы зафиксировали таз, мы можем сосредоточиться на том, чтобы раскрыть грудь. Если таз упал, у меня провалились плечи, и я вешу на руках. И все тело вялое лежит, а живот расслаблен, и непонятно, зачем вообще нужна эта поза. Я так думаю. Может быть, кто-то находит в ней что-то приятное. Главное, чтобы все были здоровы после выполнения такой практики, конечно же. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!